Их объединяет идея Большой Евразии. Представители 16 стран собрались в Сочи, чтобы обсудить перспективы развития и укрепления шанхайской организации сотрудничества. Международные делегации курорт принимает во второй раз. Первый сочинский форум евразийской интеграции состоялся в 2016-м по инициативе депутата Госдумы Константина Затулина. Мы приветствуем сам тот факт, что местом проведения этого общественно-политического мероприятия выбрали Сочи. У Сочи накоплен большой опыт проведения различного уровня мероприятий событийных. В тёплой гостеприимной обстановке актуальные вопросы международной повестки российские и иностранные учёные, политики, общественные деятели и предприниматели обсуждали в течение двух дней. В контексте событий, которые на наших глазах происходят, нападения на Сирию, продолжения конфликтов на Ближнем Востоке, как никогда, важно нам найти способ сотрудничать по горизонтали с этими странами и в политике, и в безопасности, и в экономике, и, естественно, в культуре. С момента первой встречи на площадке Сочинского форума евразийской интеграции ШОС расширилась до формата «восьмёрки». К ней примкнули Пакистан и Индия. Почти половина населения земного шара, 30% мирового ВВП – такова шанхайская организация сегодня. Территорий для сотрудничества тоже стало больше. Примерно сейчас 3, около 3 миллиардов населения, 15 триллионов ВВП, американских долларов ВВП – это огромные возможности для этой организации и для регионов. Но, безусловно, остаются нерешенными и некоторые проблемы. Их совершенно открыто обозначили участники пленарного совещания, которое открыло форум. Детальные обсуждения состоялись уже на секциях. Дискуссии о доверии, взаимовыгодном сотрудничестве, гуманитарной и экономической кооперации прошли в шанхайском духе и на языке народной дипломатии.